Мендут Халимгут. Снова посмотрел новости, узнал прогноз погоды и то, что все у нас хорошо. Затем зашел в инстаграм и увидел, как нам красиво преподносят выпускную работу Хасикова. Обратите внимание на уровень подготовки видеосъемки. Остальные студенты обалдели от такого размаха. Петличка микрофон, профессиональные операторы. Сначала я подумал, что это Элла Манжеева в свободное от кино время, опять решила поснимать своего друга. Может быть полное видео показали бы по телеканалу Матч ТВ, как в прошлый раз. Я бы с удовольствием посмотрел защиту работы, так как мне по правде очень интересно. Но оказывается, это были ребята с телеканала Хамдан. Два оператора с аппаратурой и ведущей. Никаких личных претензий к нашим работникам телевидения, самое главное, чтобы билеты и ваши гонорары были оплачены из личных карманов заказчика. А не из республиканского бюджета. Шутки в сторону и теперь по существу. В 2016 году Хасиков был лишен кандидатской степени, после того, как его работа была разоблачена диссернетом. Сам Хасиков, когда в его работе нашли плагиат на заседание диссертационного совета, не явился. На самом деле, он был не единственным, кого диссернет ловил на плагиате. Во время заседания члены диссертационного совета заметили, что в российской государственной библиотеке находится работа Бату без библиографии. «Я понимаю, что многократному чемпиону мира среди профессионалов заниматься научной работой было некогда», — заявил во время заседания Сергей Степанов, доктор исторических наук, профессор кафедры политических наук РУДН. «Могу предположить, что Бату не только не писал, но даже не читал свой труд. Но это мое предположение. Именно неявка, как жест неуважения к диссертационному совету, привели его к тому позорному лишению. По нему прошлись многие известные СМИ, и он даже был публично высмеян Алексеем Навальным. Зайдем на тот самый сайт диссернета. Дата защиты — 27 декабря 2011 года. Листаем далее. «Приказом Минобранауки России от 7 апреля 2017 года лишен ученый стебени кандидата политических наук». В своем инстаграм Хасиков объясняет, что это был политический заказ перед выборами в Государственную Думу в 2016 году. Это вполне может быть правдой, ведь в течение шести лет никто не обращал внимания на откровенный плагиат. Возвращаемся к диссернету. На странице 144 механически копируются данные по Карачаево-Черкесской Республике из работы Езаова за 2004 год. И выдаются за данные по Республике Калмыкии 2008 года. На странице 145 и 146 исследования инфраструктуры, проводившаяся для Карачаево-Черкесской Республики, выдается за якобы проведенное для Калмыкии. Забавно, как этот факт оправдывает глава. Он говорит, что запрашивал статистику у Минспорта Калмыкии. Так что, во всем виноваты они. И еще надо разбираться, какая из республик позаимствовала данные. Действительно. Давайте разбираться, как давно у карачаевцев есть машина времени. Они в 2004 году смогли предугадать статистику Калмыкии за 2008 год и в точности взять исследование инфраструктуры. Нам надо взять эту шайтан-машину на вооружение. А та, может быть, с ее помощью вылезем из кризиса. Но зачем машина, когда уже есть готовая работа по проектному управлению республикой. В надежде узнать подробности о стратегии развития региона, я зашел на сайт высшей школы экономики. В разделе «Выпускные и квалификационные работы» попытался найти работу по фамилии и имени студента. Результатов нет, работа недоступна. Чуть ниже вышка дает объяснение, что аннотации всех выпускников в обязательном порядке публикуются в свободном доступе на портале ВУЗа. Но аннотации работы Хасикова на сайте нет. К моему сожалению, оказалось, что полный текст работы выпускника размещается только с согласия студента. Обсуждение темы стратегического развития Калмыкия, оно должно быть наиболее открыто и прозрачно. Тогда мы будем выбирать наиболее оптимальные и ценные решения. Во-первых, я хочу добиться того, чтобы эта система проектного управления уже работала как часы. И, естественно, мы уже будем пожинать первые плоды, связанные с социально-экономическим развитием региона. Или простыми словами, то, чему будут радоваться жители республики и чувствовать себя более комфортно. Наиболее открыто. Давайте, может быть, начнем с того, что выпускная работа будет в открытом доступе на сайте ВУЗа. Профессору вышки вы раскрыли какие-то свои секреты и методологии, поделились подходами и наработками. Изложили перспективы и даже дорожную карту. Вы говорите, что жители республики будут рады. Жители будут рады лично прочитать вашу работу. Особенно интересна дорожная карта и наработки. И затем мы вместе, в течение трех лет будем следовать плану. И будем вместе добиваться того, что все будет работать как часы. Наиболее открыто, как вы сами заявляете. Этот план имеет больше значения для нас, чем для профессора высшей школы экономики. Дорогие зрители, есть еще одна интересная новость, о которой вам не расскажут по телевизору. Новость от телеграм-канала 15 окон, который публикует новости Кавказа и Юга России, ссылаясь на свои источники в администрациях регионов. На прошлой неделе, пал предпрезидента в ЮФО Владимир Устинов провел селекторное совещание с главами южных регионов. Цитирую канал. Продолжает плохо общаться с центром глава Калмыкии Бату Хасиков. Он поехал в Москву защищаться в высшей школе экономики. А навстречу с Устиновым отправил своего премьера Юрия Зайцева. Собеседники отмечают, что понимают необходимость Хасикова в решении темной истории с кандидатской. Но помнить о приоритетах тоже надо. Конец цитаты. А уже на этой неделе прошло совещание с Ольгой Голодец. Заместителем председателя правительства Российской Федерации. Обсуждали национальные проекты. Наш регион по делу получил нарекания. Так как на текущий момент освоено всего лишь 50% выделенных средств. Если до конца года республика не успеет закончить работы и освоить деньги, то их придется вернуть обратно. На этом все. Ждем, когда высшей школе экономики разрешат опубликовать выпускную работу. Чтобы мы с вами могли узнать секреты успешного развития нашей республики. Делитесь этим роликом с друзьями и близкими. Спасибо за просмотр.